Всем привет, с вами Андрей и мы продолжаем играть в экзоколониста. Как вы помните, в прошлом серии мы, так сказать, продолжили много-много копать, поэтому подкачали свою мускулатуру, но тем временем наш приятель Кал обзавелся червячком, который успел меня укусить, но я стерпел, поэтому получил дополнительную карточку. Меня ничто не остановит. А остановились мы на том, что оказывается сегодня, в конце весны местный, оказывается тоже есть день Святого Валентина. И мне сказали, иди выбери друга, который ты самый любимый друг. Ну это нам все Марс рассказала, и она такая, к поклоннике выстроится в очередь, но я боюсь, что она слишком много командует, поэтому поклонники к ней не выстроятся. Конечно, мой приятель, самый лучший это Дис, но он такой молчун, поэтому мы не будем его беспокоить. А вот Танк, мы с ней много учились, много ботанировали. Весь прошлый год я только и делал, что ходил и учился, ходил и учился, поэтому даже креативность прокачал. Мне говорят, можно купить новую карту? Где только? Где-то? Ладно, Танк, давай поговорим. Нужно резонинг 10 или больше. Логически мы должны быть друзьями. Эй, хочешь быть моим лучшим другом? На вторую мысль, типа, хотя если подумать... Эй, хочешь быть моим лучшим другом? Танк останавливает игру, и ее глаза сфокусируются на себе. Я думаю, что этот концепт слишком детский. И если я захочу выбрать лучшего друга, я хочу выбрать того, с кем бы я могла учиться. Кто-то, кто гораздо больше заботится об учебе. Прости. Она возвращается к своей игре. Она не выглядит то, что она извиняется. Печаль. Чтобы с ней подружиться, нужно резонинг, видимо, иметь. Грустно как. Хорошо, Анимон, я все равно хотел с тобой позаниматься спортом. И как раз я прокачался. Тем более она должна быть. Легко пойдет. Ты действительно хочешь быть лучшим другом с этой странной девочкой? Хочешь быть лучшим другом? Да, она без проблем. Ты предлагаешь ей сладости местные, соевые. Она запихивает их в зайчику. Потом ударяет тебя по плечу, так, что ты чуть не падаешь. Звучит круто, она говорит. Хорошо, лучший друг. Давай, догоняй. Вот и все. Вот мы выбрали лучшего друга. Хочешь потренироваться вместе? Вот теперь у меня есть крепость 20 или больше. 22. На грядках раскачался. Я смогу получить, говорится, карточку на пятерку силы. Давай потренируемся. Давай потренируемся. На ваш пути, как вы идете к залу, анима рассказывает история, как ее брат Ком однажды так мощно ударил мяч, что он сломал нос утопии, когда она тоже играла в софтбал. Она описывается в самые такие жесткие детали этого инцидента. Дружба, еще и крепости мне дали за это, хорошо. Но ты особо на меня, как говорится, не поддавайся. Вот зачем у нас же медблог есть, правильно? Плюс к тому же у меня может получиться крутой шрам. Она чертит, какой шрам мог бы получиться у нее на лице, прямо под ее ухом. Хм, еще что-нибудь ты можешь мне рассказать? Тут уже нужно сороковник, чтобы вместе потренироваться. Пятерка какая там, жестокая карта-то, а? Дис, ты же не обиделся, что я не стал твоим лучшим другом? Тут трудно храбрости. Так, пойдем-ка мы попробуем записаться. О, а ты что хочешь рассказать? Наверное, расстроена, что к тебе никто не подошел. Ну да, Марс как бы такая печалец. Наверное, это потому, что ты не выбрал ее на Валентинский день. Похоже, никто ее не выбрал. Так я и думал, что это минус две дружбы с Марсом. Наверное, не стоило просто подходить. Она складывает руки и смотрит на тебя. Почему эта анимона такая популярна внезапно? Она даже не пыталась. Все, о чем она думает, это футбол. Неважно, Марс мямлит, откидывая волосы назад. Я просто слишком взрослый для вас, детей моего возраста. Более старшие дети понимают меня, даже если ты нет. Ну да, так все и есть. Все на самом деле так и есть. Ну давай, что, раздачу разных припасов, может быть, нам нужно. Я мог бы много таскать, но я организованный, я хорошо работаю. Кто за переживать? Я просто доставляю вещи. Так, Сик. Вот она. Она, да? Или он? Кто это? Ну, скорее всего, она. Встречает тебя в депоте. Они смотрят тебя сверху-снизу. Хм, иной. Ты не приносишь ощущения организованного или ответственного. Но дети всегда такие. Что заставляет тебя думать, что ты хорош для этой работы, курьера? Ты даже не думал, что тут будет интервью. Ну, я могу таскать много вещей. Сильный для твоего возраста. Возможно. Но счастье для тебя. Ты единственный, кто подал заявку в этой неделе. Ты получишь работу. Пока что, во всяком случае. Они используют элегантный стилус, чтобы ответить в своей голограмме. Возвращайся через несколько минут, и ты можешь мне помочь по доставкам. Да, здесь будут кудусы, если ты сделаешь все правильно. Ну что ж, мы открыли доставку. Теперь можно здесь еще работать на доставке. Сколько мы получаем кудусов? Плюс 5 кудусов, всего лишь 10 стресса. Организовка, персепшн и дружба с Марс. Органайзинг. Что нам дает органайзинг? Написано. Дайте, покажите. А вот фиг знает, что нам дает органайзинг. Как бы, к распорядку всякому другу. Персепшн. Персепшн это вот здесь, да? 18 из 100. Было бы неплохо до 20 хотя бы догнать, потому что на 20 всегда что-то интересное случается. Или нет? Но я не хочу заниматься доставкой. Я хочу заниматься футболом. Интересно, это возможно? Или может быть тут даже есть какие-нибудь... О, защитная тренировка. Боевка, животные, дружба с Анимона, 15 стресса. Ух, там сурово все. Тут храбрость, крепость, дружба с Анимона. Просто поиграть. Храбрость. Я бы тоже и храбрость прокачал. 13. Может походить месяцков парочку до 20. Как вот... Где вот этот вот... Магазин одежды. Где он? Я его не вижу. Когда он появится? Плюс 10 стресса, плюс 15 стресса. Тут и животные, да. Животные бы, конечно, тоже полезно. Потому что как еще я узнаю про животных, если не так? Ну ладно, сперва прокачаем храбрость. Анимона встречает тебя на площадке. Она подпрыгивает на одной ноге от возбуждения. Мой брат Ком будет организовывать нашу команду, она говорит тебе. О, брат Ком. Комбуча. Ком, видимо, это короткое имя. Его на самом деле называют Комбуча. Отлично. Комбуча предлагает тебе дай пять поприветствовать. И потом бросает тебе мячик в твою сторону. Давай начнем с практик... С такой практикующей игры, чтобы понять, в чем ты хорош. Вы, ты и Анимона, капитаны, выбирайте свою команду. Ага. Вот тут там целый народ. Кого можно выбрать? Нифига себе. Там они уже выбрали Кало. Я бы сам выбрал Кало. Он крепкий. Ага, выбрать Кало, выбрать Марс. Выбрать Комбуча. Ну да, тот, кто выберет Комбуча, тот победит. Ком заполнит... Чтобы выбрать... Ну, чтобы сравнять команды. Но он обещает, что он будет поддаваться к другой команде. Так, выбрать Кало, выбрать Марс. Давай тогда выбираем Кало. Давай, Кало. Не против, если я буду на воротах стоять? Он спрашивает. Спортивные шары, это, конечно, весело. Но мне не особо нравится забивать в ворота другой команде. Ну да, он за игры, которые везде все побеждают. Без проигравших. Анимона выбирает Комбуча, конечно же. Они ударяют кулачками. Твой следующий выбор — Марс. Отлично. Я буду играть спикером. Какая позиция спикера? Вот не разбираюсь в местном футболе. А, наверное, она будет типа попытаться забить нападающим. Похоже, ей хочется, чтобы захватить, так сказать, власть, славу и прочее, прочее. Надеюсь, и она захочет поделиться немножко этой славой с остальной командой. Так. Итак, вы встречаетесь. Трое на трое. Начать игру. Угу. Испытание. Нормальная сложность. 37 нужно набить. Угу. Плюс 2, если в первом начале. Угу. Плюс 1, если карта тут. Ага. А если вот так? Если так. Почему-то плюс 1 не получила. Или получила? 4. Я думал, ты станешь тройкой. Один с... Ааа. Карта беком двойка. А, здесь это в любом случае становится двойкой. Нифига себе. Карта беком с 2. Пытаются меня подставить. Интересно. Как бы так максимально много очков заработать? А вот не знаешь, как заработать. Вот если бы не вот этот минус, который вроде бы плюс, но он на самом деле минус. Три. Тринадцать. Три. 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 Может, туда эту карту не тратить? Вдруг там у меня будет еще одна синенькая, и это превратится во что-то хорошее. Действительно. Ну что ж, тринадцать очков. В принципе, третья набрал с трех карт. Ноль и один. Что за мусор? Минус два к соседним. Так, давай. Физическое. Блин, а тут же опять карта становится... О, давай. Да тут... Вот так вот. Пятнадцать. Четырнадцать. Один, два, три, пять. Почти страйк был бы. Но если я так поменяю, тут минус один. Один, два, три. В общем... Ну, понятно. Ладно, выберем вот эти... Эти самые бесполезные карты выложим сюда, и она станет в ста разу круче. Четырнадцать. И там десяточку с пяти карт получить. Я думаю, я справлюсь. Выиграем этот матч. Боринг. Так, как раз у нас Марс играет. Сейчас мы все эти карты превратим. Все карты становятся единичкой. Давай. Единичкой. Бум. Двадцатка. А себе без этой. За каждую несыгранную карту. Один, два, четыре. Семнадцать. Не-не-не, вот так вот. Девятнадцать. Сюда давай. Двадцаточка. Вот хорошо. Тут... А не может стать больше. Минус два отборинга. Минус два отборинга. Минус два отборинга. Минус один. Минус два отборинга. Но тут... Боевое испытание. Ну что ж, двадцатка это тоже хорошо. Побеждаем. Победил. Плюс один кудус. Ничего себе поиграли. Кал делает потрясающий прыжок, чтобы спасти. Но он как бы Получает одышку, когда Мяч попадает ему прямо в грудь 5 кудасов Получено памяти Сыграть в футбол Ставит соседей на его значение Что-то она какая-то слабенькая карта Единичка Ставишь единичку и там все кругом тоже единичками становятся Ну, такая себе карта У вас равновесие С учетом, что Анимона и Кома на нас давят Потом, бам Ты забиваешь итоговое Очко Как бы Издали забиваешь Мяч, хорош Ну, отправиться на работу А вы бы хорошо поработали Храбрость Крепость Плюс 8 стресса А, плюс 1 брейвери То есть сразу плюс 3 брейвери Да, дали мне Сколько у меня? 15 Ну, еще пару месяцов походить Сюда у меня будет 20 Итак, вот и наступило наше доброе лето Следующий месяц Что у нас По лету Там что-то про безопасность Так Папа что-то мне готов рассказать Или он опять предложит Типа, может быть отдохнешь Пыль Это такой сухой, горячий сезон Оба солнца так высоко в небе Даже если тут ветерок подует Он горячий И, конечно же, пыльный Твои родители Как говорится, уже ходят с самого утра Что слишком рано для того, как тебе нравится Они обычно уже ушли К тому времени, когда ты просыпаешься И приходят домой, когда ты уже засыпаешь Так что тебе приходится посещать их на работе Если ты хочешь увидеть их Доброе утро, крошка Твой папа приветствует тебя Пришел посмотреть на сбор урожая Твоя мама и я собираем урожай для всего Из настоящей земли в этой неделе Я просто скучаю по тебе и маме Но не совсем Конечно, это звучит круто Он показывает тебе ряды кукурузы и бобов с земли Они все выглядят желтыми и такими сухими Не совсем то, что ты ожидал Но твой папа энтузиазма указывает Что овощи уже почти готовы к сбору Не забудь Вертумский фестиваль скоро будет Там будет шоу талантов И научное соревнование Я уверен, что ты хочешь поучаствовать Да, как бы я хочу поучаствовать Но успеха этого я не гарантирую Биология Биология мы не разбираемся Просто деньги зарабатывать тоже грустно Дис, хочешь убежать на улицу? Вдруг там что-то интересное Как обычно, летом мы убегаем Храбрости у меня Убедить его с поездочевиков нету Ну-ка Выскочить, чтобы Поисследовать Дружбы с Дайсом Храбрость Персепшн Персепшн у меня сколько? Тут ее на самом деле у меня много А, нет, это Персуэйшн Персепшн у меня здесь Только она не хочет отображаться Ну, всплывающая подсказка Будешь появляться? Нет Ну ладно, нет так нет Ой, нет Возвращаться не будем Продолжать исследовать Так, бревнышки Ты позволяешь своему разуму Как говорится Блуждать в мыслях Пока ты идешь И прямо натыкаешься на поле Какой-то травы Полностью прозрачная Ее сложно увидеть Но сложно игнорировать Особенно, когда она начинает Светиться под твоими ботинками И замедлять тебя Это как будто бы Ты придираешься через Кучу грязи Ты Упорно Прорешаешь Прорываться сквозь нее Особенно присматривать К видимым Признакам того К этого поля Этих полей Не так-то много Там просто как будто Нет растений Значит там на самом деле Это растение есть Развернуться Искать путь На пролом Давай-ка 29 Ну что, прорвемся Сквозь это поле Плюс 1 Если разум Но разума нет Испытаний никаких нет Плюс 1 К разговорной карте Справа Нули-нули Что вот это за Ой, так вот 7, да Выкинуть вот этот Мусор Тут, конечно Кристальчик Шаренький Скаринг Ну Ладно Пусть будет так Неважно Так Плюс 1 К боевым Плюс Минус 1 К боевым Видимо это наоборот Как это выглядит Так Минус 1 Да То есть Тяжелее Да Должно было быть 4 А тут у меня Минус 1 То есть Это плохая штука Вот это Это хорошая штука Ну Ну 13 Как Нормально Пойдет Такая фигня Надеюсь Пойдет Интересно Если тут Это больше Не станет Но тут Станет Тоже 13 То есть На самом деле Лучше использовать Одинаково Его даже Дисковеринг Всякий Бесполезный Ну А там Останется Чуть-чуть 9 Набить Первые слова Первые шаги Трешка Трешка За каждую Несыгранную карту Вертума Групп 3 3 12 17 Ну Хорошо Как Трешка 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 Если Эту Выкинуть 14 Ну Так вот 17 Будет Так-то Больше К несчастью Суперцель Если Она Даже Есть Я Не Набираю Это Грустно Но Но Бывает Победить Я Прорвался Сквозь Эту Прозрачную Траву Стресс Даже Прошел А Или Просто Стресс Так Я Будет Тут Стресс Не Набрал Но Из-за Того Что У меня Минус Один Всегда Есть Я Всегда Этот Стресс Скидываю А Персепшн Стало Более Восприятие 19 Из-за Неплох Неплохо Но Все Так Три Стресс Заработал Вот Она Ты Можешь Прыгнуть На Вот Этот Камушек На Вот Это Павшее Бревно Потом Перебраться По Этим Кусочкам Старой Экипировки Ты Прорвался Сквозь Эту Невидимую Траву Но Ты Все Так Потрел Довольно Много Времени И Это Требует Довольно Много Баланса Это Утомительно Время Проходит Плюс 13 Стресс Тогда Еще Одно Бревно Вот Я Сейчас Бревен Наберу На Турнир Так Меня Никто Не Остановит Ну Что Кто У нас Здесь Ты Останавливаешься Чтоб Перекусить Ешь То Что Как Земля Теб Придала А Ну Да Ты Ешь Арбузик Мясненько И Вкусненько Да И Как Обычно Можно Попрактиковаться В Плевые Семечки Практикуемся Плюс Один Поевки Отлично Блин Я Только Стресс Набираю С Этих Практиков Практических Вещей Давай Сюда Никакого Облачка В небе Нет Но Все Еще Тут Начался Дождь Ты Не Можешь Понять Откуда Он Идет Или Это Даже Может Не Вода С Учетом Что Эта Планета Полна Сюрпризов Возможно Это Какая Нибудь Животная Миграция Или Воздушная Там С деревьев Там Падает Кто Знает Но У тебя Есть Сильное Желание Не Быть Под Этим Дождем Найти Убежище И Подождать Найти Что Имя Чтобы Использовать Ах Блин Не Хватает Всего Лишь Единички Ничего Странного С Маленьким Дождем Найти Убежище И Переждать Его Плюс 8 Стресса Плюс Животное Этот Дождь Просто Не Заканчивается Ты Сидишь Часы Под Большим Грибочком Ждешь Пока Маленькое Слепое Существо Как Червячок Как Говорится Мучается В грязи И Плавает В этом В Лужах Когда Он встречается С другим Таким Животком Червячки Выстраиваются Параллельно Другу Как Будто Хотят Сравниться Кто Из них Длиннее Потом Который Кусает Одного За Хвост Длинного Таким Путем Они Постепенно Соединяются В Одно Длинное Существо Пока Не Заполнят Полностью Лужу Интересно Еще Стресса Блин 95 Стресса Ну что ж Сюда Геопоник Инженерная Инженер геопоники Поставили здесь Домик Используя И подготовиться К фермерству Ты не хочешь Чтобы они тебя Увидели Они Отправят тебя Домой Точно Присмотреться Прокраса Мимо них Прокрадусь Мимо них Если получится Нужно Тридцатку Ну Надеюсь У меня получится Спокойный Темперамент Минус Минус Один Стресса Почему бы Нет В конце Раунда Не работает Если у тебя Сотня Стресса Ах Ах Ты Когда Не работает Если ты На сотню Стресса Может быть Единичку Потратить А бы Десяточку А потом Вдруг Я смогу Нолик На что-то Другое Заменить Вдруг Тут Как бы Единички Следующий Раунд Теперь у меня Четыре Карты И опять Хохотушечки Нолики Не хотят Чтобы мне Было проще Так Страйк Давай Одиннадцать Одиннадцать Это неплохо Даже с учетом Нулей Но с такими Картами Я Летний Фестиваль Не выиграю Не-не-не Прорваться Плюс сорок Стресса Не Сорок Стресса Получить Мне не Получится Два Четыре Так вот Можно Получить Единичку О Супер Цель Вот это Вот это Неплохо Восемнадцать Раз уж так Победим Мне может дадут Чем-нибудь Минус Стресса За Спокойный Антипирамент От Супер Цели Плюс Один Персепшн О У меня Теперь Двадцатка Я бы Теперь Дождь Смог Переждать Под Зонтиком Но Но Не Сейчас Но Уже Поздно Говорить О том Что Случилось Ты Прокрадываешься Под деревьями На краю Этой Операции Громкий шум От роботов Прячет Любой шум Который ты делаешь Ты слишком устал Чтобы продолжать Тебе нужно Идти домой Эх Идти домой Ну вот Сюда Нужно Идти Полностью Отдохнувшим Ты Аккуратненько Прокрадываешься Через трубу Прокрадываешься Через Все Вот эти Штуки Закрываешь Штуку Когда Аккуратненько Проверь Что Все Рядом Пахошу Или Выскочить Из трубы Не, давай-ка я аккуратненько проверю У меня есть Наблюдение Двадцатка Я смогу это сделать Хорошо, что ты проверил Потому что Дядюшка Тони Просто рядом Проходит На его пути В горизонт Ты скрываешься В тенях И ждешь Пока он уйдешь Это было близко О Наблюдение Плюс один Отлично Ты вернулся Ты провел Месяц Исследуя Храбрости Заработал Наблюдательности Заработал Готово И вот Еще один раз Наступает Фестиваль Вертумлия Настроение в колонии Было Как бы Приглушено В этом году С тех пор Как атака Во время Сезона Сияния Все еще Конечно Разукрашено Красиво И стол Заставлен едой Все еще Народ Тяжело С едой Потому что В основном Это Соевые Рационы Так что Вертумская еда Она все еще Чувствуется По другому Ты не можешь Описать Как она По другому Чувствуется Ну То есть Не привыкли К местной еде Колонисты Опять собираются Чтобы Мэр Наш Рассказал Свою речь Какой год Вертум Не отдала Нам Мэр Говорит С его Широким Голосом Я стою Перед вами Так Горжусь Что каждая Колония Достигла В такое Короткое Время Я всегда Надеялся Что мы Сможем Принести Лучшие Качества Человечности Кооперация Помощь Другу Креативность И даже События Этого года Не дали Мне сомневаться В том Что так Все и будет Мы молодцы Эти Существа Они были Неожидаемы Но я Убеждаю Что каждый Из нас Готов К тому Что Это Мы здесь Хотим жить Поэтому Надо быть Готовым Если Вертумия Может Выдержать Мегафауну Значит Это Она подходит Для К тому Чтобы здесь Жили И мы Наши друзья В геопонике Ну Наших На ферме Они уже Работают Чтобы Приручить Этих Диких Животных Твой Папа Второй Культиватор Ну Он Второй Культиватор Встановится И говорит Что Ну И машет Крылья Машет В толпе Что Типа Ребята Я молодец Я стараюсь Как могу Ему Аплодируют Марс Локтем Бьет тебя Эй Она шепчет тебе Ты слышишь Это Слышишь Мой папа Говорит Сказал Эдикт Ко Что Скоро Будут Открывать Депот Для Общественного народа О То есть Откроют Склады То есть Я смогу Карточки Получать Тратить Свои кудусы Я сразу пойму Насколько я нищий Потому что Я ходил на уроки Где давали Только единичку монету Вместо того Чтобы ходить Копать В грядке Где давали Пять монеток Ты Даешь ей Такой Вопрошающий взгляд И она закатывает Свои глаза Ну Ты знаешь Магазин Место Где ты можешь Потратить Все свои кудусы Которые Ты Запасался Там будут Конфеты И игрушки И даже Всякая Бижутерия Мыло Приятно Пахнущее А не то Детское мыло Которое В обычном Душевой Ты знаешь Концепт Торговли Потому что Вы показывали Изучали землю Особенно Те которые Марсу нравится Но ты Никогда Не закупался Не умел Торговать Колония Дает тебе Все что тебе Нужно Но это Было бы Прикольно Купить себе Что-то Порадовать Мой папа Дает мне Чаевые Скажем так Марс Говорит Смотря на тебя С жалостью Жаль что Твои родители Заставляют тебя Работать За эти деньги Ты и Марс Как говорится Замолчали Чтобы послушать Дальше Что говорит Эдикот Потому что Он тут же Объявляет Что объявляется Магазинчик Открывается В депоте Марс Дает тебе Такой Знающий Взгляд И хлопает Я впервые Сказал Все это Эдикот Указывает На членов Консула Которые Собираются И наконец-таки Консул Остается Неизменным С последнего Года Мы как и Всегда Горды Объявить Что колония Что мы Служим колонии Как ваше Правительство Ну понятно То есть Возможно Тут можно Выслужиться И стать Каким-нибудь Участником Консул Это было бы Интересно Спасибо вам Всем за вашу Тяжелую работу И То что вы Старались В этом году Она говорит Вместе Мы построим Наше будущее Итак Толпа Расходится На ежегодные Вертумские Игры Так же Как и в прошлом году Здесь есть Шоу талантов Научное Испытание И даже Соревнования С ботами Конечно же Без Не обошлось И без дорожки С препятствиями Где ты Поучаствуешь Резонинг Я не смогу Крепости Персепшн Схватит ли У меня Крепости Все мои Карты На самом деле Самые крутые Это вот такие Физические А вот Разговорные У меня не очень Можешь попробовать Все-таки Бот в рестлинг Там Биатлон Давайте попробуем Шоу талантов Ох И конечно же Самые Физически Подкованные Соперники У меня будут Кал и Анимона Кал и Анимона Присоединяются К тебе К этому Биатлону Он так Называется Потому что Конт Добавил Голограмм Обстак Препятствия На дорожке В этом году Лояльность Повысил Каждый Участник Будет Соревноваться Посражаться С там С ботом Ну с роботом Каким-то Пытаясь его Держать Как только Возможно Но в этот раз Впервые Все соревнователи Впервые Должны Пробежать Через Фестивальные Земли Уворачиваясь И перепрыгивая Разные Препятствия Каждое Препятствие Сделано Так Что оно Будет Вычитать У тебя Время Если ты Не пересечешь Начать Биатлон Как там С хард Ну давайте Хард Хард 58 Не помню Сколько было Тогда Магический Фокус Рандомная Карта Сразу положена В Одно Место Ну хорошо Хотя бы Поставили Это место Сразу Плюс Так Минус Стресс Плюс Один К физическим Хм Если так Положу Хм Пятерку Я бы хотел Использовать Но 2 3 4 Как бы Страйк Какой Никакой 15 Это максимум Что я думаю Мог бы А у меня Две пятерочки Осталось Между прочим И мне дали Нолик А Дай Ах ты Дай Дай секрет Ты все еще На этом месте Сидишь И сидишь За каждую Несыгранную Карту 7 За Плюс 4 За Кам У меня 4 Вот эту Карту Я Выкладывать Не буду Да Хорошая Жидия 6 5 5 5 25 Получить Сильно Сильно Я думаю Это максимум Что я смогу Быть Сделать Минус 2 К соседям На разговорном Карте Лучше Ее истратить Сейчас Пока У меня Эти разговорные Карты Не потратились Ну что ж Следующий Раунд Итак Эта карта Конечно Зафиксирована И С нее Уже Я не получу Ну хотя бы 4 очка Поставить Соседей На ее Значение То есть Она Минус 1 Мне как-то Это грустная Грустная Карта Давай ее Сюда Плюс 1 Если Слева Разумная Давай Трешку Единичку Нолик Как тебе Страйк На 6 И 18 Так тоже 18 Использовать Всякий мусор Потому что Тут 3 Можно вот так Вот единичку Сделать Но это будет Только хуже Только хуже Поэтому Равенство Гиглинг Ну что ж 18 Так 18 Главное Победил 6 Бревен Тратить Не стоит Я тут Самый Спортивный Минус 2 Стресса Ха 98 Плюс 1 Кудус Ну-ка Ты Ты не ожидал Что голограммное Препятствие Будет Двигаться Последняя Танцует Вокруг Тебя И Пытается Встать На твоем пути Когда ты Приближаешься К нему Но твои Рефлексы Достаточно Быстры Чтобы Увернуться От него О Анимона Рада Кал Рад Что такие Е Ком Как говорится Горд Что ты Так сказать Хорошо Сделал Полностью Уничтожил Это соревнование Даже Анимона Признает Твою победу Что ты победил Ее Честно И справедливо Она Трясет Твою руку И говорит Что Она В следующем Году Выиграет Возможно Она И выиграет Минус 50 Стресса Ух Сразу Так После Как Фестиваль Закончился Все Отдыхают На Таком Необходимый Перерыв Марс Организовывает Водяные Драки Которые Захватывают Всю Колонию Даже Взрослые Начинают Этой Фигней Страдать Это Повышает У всех Настроение Даже Даже В эту В жару Летнюю Ты В конце Концов Окажешься На Западной Стороне С Дайсом Запуская Заполненные Водой Шары В Неожидающую Эту Анимону Которая Там На поле Видимо Западе Да Там Где У нее Зона Волейбола И в нее Кидайте Водой Похожего Эта Стена Хорошее место Для того Чтобы расслабляться И отдыхать Гораздо лучше И тише Чем Лужайка Если ты Ищешь Какой-то Тишину Отдых Открыто место Для отдыха На стенах Горизона Ну круто И так же Открыт Магазин Так же Открыт Магазин Середина Даста Ну-ка Где тут у нас Сыграть В ящик Суровая Тренировка Расслабиться На стенах Плюс Дружба С Дайсом Минус Стресса Забыть Одно Хм То есть Тут уже Можно не просто Вот Отдохнуть И Стресс Скинуть Но еще И подружиться Так Станк Так просто Не подружиться Все понятно С ней О Дайс Пообщаемся Ты продираешься Сквозь Ворота Колонии Чувствуя Как ветерок Дует От грибочков Ты оглядываешься За Дайсом Но его нигде Не увидеть Возможно Он Поправился Сегодня На уроке Возможно Нет Как только Ты собираешься Вернуться К колонии Ты слышишь Звук Как будто Кто-то Плачет Из-за Экспедиционного Машины Ты возвращаешься Как говорится Осматриваешься И находишься Это там Дайс Свернулся В кабине Он Вытирает Свои глаза И отворачивается Уходи Что так Сплакса Ты в порядке Нет Я буду спрошивать Просто как в порядке Я в порядке Дайс Сморкаться Просто Оставь меня Одного Убеждение Десятка Хочешь поговорить Об этом Это хорошее Место Чтобы спрятаться Захожу Ты Закрываешь Обычно Травой И Забеграешься В кабину Этой Этой Машины Дэс Продолжает Плакать Но уже Помягче Как Он пытается Остановиться Но не может Этого Сделать Тебе повезло Что у тебя есть Семья Которая Заботится От тебя Он говорит Моя мама Как бы Ее больше Нет И моя Сестра Считает Что я Дурак Дайс Замолкает На долгое Время Достаточно Что ты Может быть Думаешь Что может быть Реально Его надо Оставить Одного Прежде чем Ты на самом Деле Уходишь Он говорит Я никогда Не вернусь В школу Эти В классы Что там Тебя обижает Я ненавижу Быть Возле Других Людей Я ненавижу Делать Домашнюю Работу Я вдвойне Ненавижу Когда Учитель Спрашивает Меня Вопросы Я не Танк Я не знаю Вещи Которые Ей Нравятся Да Испинает Консоль Ну Управление Машины Банк 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 Потом Снова Разрыдался Дергая За свои Волосы Я просто Дурак Понятно Люди Спрашивают Мне вопросы И я Замерзаю И я Говорю Что-то Тупое И тогда Все вокруг Смеются На меня Даже Танк Блин Дайс Не переживай Это так Смех Когда она Смеется Надо мной Это тяжелее Всего Ей Стыдно Из-за Меня Я знаю Ей Стыдно Из-за Меня Сегодня Она Сказала Она Сказала Мне Что Люди Будут Больше Людям Будут Больше Нравились Люди Будут Лучше Ко мне Относиться Если я Прекращу Быть Таким Чувствительным И Детским Она Довольно Права Нам Нужны Парни Которые Используют Сердца Тоже Блин Ему Это Не Понравилось Отворачивается Тебя Видишь Даже Ты Думаешь Что Я Не Использую Мою Голову Все Кругом Думают Что Танк Лучше Чем Я Дайс Зажимает Свои руки Вокруг Своих Ног И Прячет Своё Лицо В Его Коленях Я Ненавижу Ее Он Шепчет Все Кругом Думают Она Такая Умная Но Она Просто Вредная Я Ненавижу Всех Кругом Здесь Я Ненавижу Быть Здесь Я Хочу Просто Быть Один Он Чешет Свой нос Об руку Ну Кроме Тебя Я Думаю Иногда Мне кажется Что Ты Единственный Человек Кто Вообще Пытался Быть Моим Другом Блин Какие Суровые Разговоры Прям Дайс Печально Печально Все с Дайсом Придержи Ко Свою Голову Мой Дорогой Ты Слышишь Как Ты Входишь Сад Ища Кала Я Помогу С этим Кал Сидит Со Своей Матерью Тетушкой Тера Которая Склонилась Над ним И Придерживая Кусок Льда Возле Его Головы Его Глаза Немножечко Заплаканные Он Чешет И Иногда Сморкается Привет Ты Ной Тера Приветствую Тебя С доброй Улыбкой Не Переживай Он Просто Спотнулся Когда Пытался Забраться Туда Куда Он Не Должен Был Забираться И Ударился Головой Мам Он Спорит Это Не Так Уж Было Плохо Ты В Порядке Да Это Звучит Как Что Он Сделает Ты В Порядке Я В Порядке Он Теб Успокаивает Я Просто Немножечко Стукнулся Головой Мам Всегда Знает Что Будет Лучше Он Говорит С Улыбочкой Даже Если Я Достаточно Взрослый Чтоб Сам С Этим Справиться Мой Храбрый Парень Тера Говорит В Лохмачивые Волосы Спасибо 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 То Что Гордишься Мной Она Смотрит На Тебя Не Позволяя Ему Выпендриваться Перед тобой Иной Так что Давайте Вы Будете Проверку Испытания На Храбрь Стока Которые Возле Земли До Конца Этого Дня Кал Конечно же С этим Не Согласен Сила Кала Карточка Плюс 4 Тера Смеется И Дает Ему Большое Отечественное Материнское Объятие Перекатывая Влево И вправо Несмотря На его Протест Его Глаза Светятся От счастья Он Действительно Любит Свою Маму Вот Только Не надо Мне Говорит Что Он Ее Любит А Потом Бац И Что То Случится И Она Помрет Знаю Я Вас Так Где У Нас Депот Где У Нас Так Посетить О Вот Они Вот Они Карты Что Это 50 Кудасов 2 Пирожка Книжечка Плюс 5 Животных Плюс Один Ко Всем Флюшес Ну Это Когда Подряд Там Собирается 1 2 3 4 Или Одинаковые Плюс 5 К убеждению Плюс 1 К бонусам К парочкам Плюс 5 Эмпатия Плюс 1 Бонус К по порядку 1 2 3 4 5 5 К биологии Бонус К страйту Да Плюс 1 К разговорным Картам Фото Фонор Это Конечно Интересно О За сотенку Плюс 20 Убеждения Это Наверное За что Мне дали Интересно За креативность 300 Вытащить Одну Дополнительную Карту Memory Backpack Вот Это Конечно Сильно Четверочка Такая Четвертый Тир 200 Плюс 30 Храбрости Двойной Бонус За Страйд Плащ Супергероя Да Страйд Выбрать Было бы Неплохо Но Вот Это 300 Кудусов Плюс 10 Ко всем Разговорным Скиллам Это За креативность Плюс 2 К разговорным Испытаниям Плюс 2 К разговорным Страйдам Плюс 20 Убеждения Да Это Конечно Крутой Жилет И Какая-то Крутая Эмоджи Ракушка Эмоджи Блин Вещи Такие Прям Ого И у меня Как раз Популярный Чтобы Зарабатывать Больше денег О Бревно Как я мог Его упустить Бревно Мне поможет Проходить Испытания Ну что ж Полагаю Полагаю На этом Можно Эту серию Закончить В принципе Я выиграл Чемпионный Как говорится Конкурс Жалко Я не смог До конца Пройти Экспедицию Там Конечно Много Разных Испытаний Стресс Добирается Прям Мгновенно Но И Результат Того Стоит Всякие Карточки Прочие Прочие Там Вот Чемпионский Бот На пятерочку Мух Да Но Вытягиваю Дополнительную Карту За 300 Кудасов Блин Как Как Мне столько Заработать Я не знаю Ну ладно Если вам понравилось Поставьте лайк Пожалуйста Напишите Комментарий Тоже пожалуйста Потому что Порадуйте меня Я же все таки Победил А то Никто не ставит лайки Никто не Пишет комментарий Мне от этого Печально и грустно В итоге Это видео Никто Никто Никогда не увидит Грустно Грустная тоска Ну не будем грустить Будем проходить игру А на этом Я прощаюсь Всем спасибо Всем пока